Воистину Воскресну. Аллилуйя. На Достоевского похож. Тебе говорили об этом? А что говорили? На Достоевского похож, Фёдора Михайловича. Да, мне говорят, и на Солженицына похож. И тоже, да. Мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего. Ну, тоже неплохо. Потому что чья-то рулетка, это гнойное место, где вся тьма собралась, Содом и Гоморра. Зря вы так думаете. А я не думаю, я знаю. Я 83-й день уже здесь нахожусь. Видите, вы заболели просто этим, и всё. А вы посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Какой? Как бы Иисус на это всё посмотрел? Ну, и как бы говорил, как блудницу привели, и он сказал, впредь не греши. А тут половина мужиков, половина голые валяются, процентов 80 из всего мусульмане. Получается, что вы сюда взошли, и что вы хотите, вразумить кого? Конечно. Конечно. Я не думаю, что это... Так вы зачем думать-то? Вы зайдите на наш YouTube, и вы увидите, сколько человек пришли к Богу. Чего? Как понять, пришли к Богу? Очень много человек пришло к Богу-то, на самом деле. Все, кто умирает, все приходят к Богу. Нет, которые здесь, сейчас рулетки, они задумались о жизни своей. Большие беседы у меня тут с мусульманами. Вы же не видели, как вы можете отрицать? Я повторяю. Я повторяю. Я повторяю сказать, а с мусульманами вы на какие темы разговариваете? Вы хотите, чтобы они покаялись и приняли кровь Иисуса Христа за спасение? А они признают Иса, Иисус. Но это не наш Иисус. Наш Христос умер и воскрес. Они признают. Вы понимаете, в чем дело? Надо быть благоразумным в любом предприятии. Согласны со мной? Конечно. Конечно. Ну, мусульманам объясняйте. Ну, допустим, говорить об Иисусе Христе – это правильно. А его действие, которое совершил на земле, открытие пути к Господу – это правильно. Но возникает вопрос. Нужно ли это? Не есть ли в этом необходимость этим людям доводить до этого? Так, вы вопрос задали. Теперь выслушайте, не перебивайте. Никаких дурных слов не говорите. Можете так сделать, чтобы не материться? А я вам и не матерюсь. Но я и говорю на будущее. Иначе вам неприятно будет потом. Дело вот в чем. Господь говорит – идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Христос сказал – все твари. И мы это делаем. Вот у нас была миссионерская поездка. Мы в Барнауле живем. Мы проехали до Владивостока, порт Находка. И потом проехали до Лиссабона. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику. И посетили 650 городов. Я везде дарил комплект книг, которые у меня вышли. 38 книг. Во всей библиотеке. И мы людей видели. Шесть мусульманских республик. Как люди принимают. Вот в прошлом году у нас крещение принимал. Крещение. Мусульманин был. Приехал. Мы строим православную деревню с нуля. Нам есть что показать, как Бог благословляет нас. Вы знаете, я в свое время испытал Господа Иисуса Христа в своей жизни, в своей душе, как бы так. Я не знаю, о чем вы говорите. И вас... У вас что-то заклинивает. Вас, видно, слабый там... А в моменту открывается Господь по-своему. Сейчас повернуло вас боком почему-то. Почему-то? Не знаю. Нет. Вы сейчас... Тело ваше вот так лежит. Вот. Опять. Поставьте себя прямо. Вот так. Теперь прямо. И что вы думаете... Повторите. Я с Иисусом Христом лично познакомился в свое время. Так. Так. Вот. И Господь мне открыл видение на вот то, что... Что такое человек, для чего он рожден, для чего была вот эта великая жертва принесена, ради кого. Ради чего. Я это все вещи понимаю, на самом деле. Вот. Просто, допустим, взять православное отношение ко всему. Я немножко не соглашаюсь с этой доктриной, потому что... Ну, как бы вам сказать. Людям не доводят истину, которую Господь хочет довести до всех людей. Православный церковь не доводит истину. Может быть, от незнания, может быть, от специального какого-то там внутреннего этого убеждений там. Или там запрещено церковникам говорить об этом. Как бы так. Но я так думаю, я могу ошибаться. Вот. Единственное, что я думаю, все равно, кто верит в Бога, и вот даже ваше, допустим, дело, которое вы делаете, ну, оно худого ничего не приносит в любом случае. Я могу только вам сказать спасибо, вы молодец. И это очень тяжелый труд, жить во Христе на самом деле, я это знаю. В этом мире, скажем, да, в таком мире вообще сатанинском, на самом деле, где люди только хотят власти, денег, и всякого безответственности, и всякого беззакония, проще говоря. Жить в беззаконии хотят. Потому что надо, не надо себя соблюдать, не надо себя держать в каких-то рамках, можно просто, как бы, искушаться, грешить. И вот как один человек мне сказал, мне понравилось, конечно, но я с ним не соглашусь. Он говорит, знаешь, Тимур, я, говорит, хочу жизнь, говорит, прожить короткую, но качественную. Вот. Я ему говорю, ну, это выбор каждого человека. Ну, как бы вот так вот. Вас как звать-то? Тимур меня зовут. Тимур? Тимур? Да. Ну, это не христианское имя. Почему вы так думаете? А его нет в святцах, я не думаю, это так и есть. Ну, с чего вы взяли, что это не христианское имя? Ну, если вы будете крещение принимать, допустим, вас не назовут Тимуром, а только Тимофеем. Вы думаете то, что я, допустим, это, почему в христианском мире нету Тиму? Вы думаете, что в христианском нету имени Мухаммед? Нету, нету. Нету, нету. Ну, с чего вы взяли? Да ничего. Да, знаете, я вам говорю, Тимур, спорить не надо. А я вам скажу больше, что во Христе Иисусе есть абсолютно все и даже больше, чем вы можете в своей голове. Я говорю, никто крестить, ни один священник Тимуром не будет. Вы названы родителями по своему хотению. Я же вас не осуждаю. Но говорю, что у нас по святцам крестят. Святой. Во имя кого вы названы будете? Во имя кого? Ни Мухаммада, никого нету здесь. У нас своих имен мужских хватает. 750 имен. Вы молитесь Богу, чтобы Господь вам тайны открывал. Ну, это тайна. Тут тайны никакой нету. Ну, смотрите, если у нас нету имени такого, тогда зачем вообще продолжать собеседование по этому поводу? Наоборот. Для чего? Получается, что у меня другой путь к Господу с моим именем. Я говорю, Господи, вот мне не дали имени никакого. Он скажет, ай, ерунда, Тимур, приди сюда. Это вы за Бога отвечаете. Много берете на себя. Это не как... Будет так, как Господь установил. И имена записаны у нас в святцах. Библейские имена есть. Можно задать вопрос? Да. Чем ближе к Богу человек становится, и познает его истину, да и цельных таких, знаете, микроскопических моментов, тем ярче он понимает то, что он греховный человек. Вы в своей жизни ощущали это вообще? Мы каждый день это считаем, прости меня грешного, молитвы все составлены. Для вас это работа. Какая работа? Какая работа? Я живу обыкновенный человек. 40 лет печеньком был. Для вас это обычная работа, понимаете? И вы сейчас говорите, что вот ты за Бога. А откуда вы знаете? Может быть, с вами сейчас разговаривает Иисус в лице вот этого человека, которого тебя зовут. Это может быть? Все может быть. Но мы говорим сейчас о том, что Христос оставил на земле. Оставил церковь. А церковь его невеста. И в церкви нет этого имени. Я вам сказал, а вы сразу встали против. Почему? Непонятно. Были насажены церкви. Были насажены церкви. Сейчас там вообще их нету. Вы же знаете, Ефесская церковь есть в Ефесе? Нету. Потом Македонская церковь есть в Македонии? Нету. Все переехало сюда. То, что Русь была крещена, это, я чем сказать, я вообще этому рад и удивлен. Но это милость Божия и Божие чудо, кстати, сказать можно. Как она была крещена огнем, вот это все. Я, конечно, историю именно православной Руси, к сожалению, мало знаю. Но я изучал Библию, как бы каноническую, по которой живет весь мир наш, именно христианский. И молился, чтобы мне открывались Божьи вот эти вот строки. И я много чего понял, на самом деле. И иметь из Христа в сердце, это намного проще, чем кажется нам, на самом деле. И я вам так скажу, что многие говорят, вот ты неправильно живешь, а ты правильно живешь. Это очень сложно нам так говорить. Мы вообще не имеем права так говорить. Нет этого. Или это есть. Мы просто не имеем права так говорить. В первую очередь, даже в своем разумении этого говорить. А уже во втором случае говорить друг другу. Я, например, не имею права вам говорить, что, допустим, вы заблуждаетесь. Или вы сделали неправильно. Или то, что вы делаете, так не делают. Откуда я знаю? Я вам поясняю, Тимур, смотрите. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Господь говорит, заблуждаетесь, не зная Писаний, не силы Божьей. А Писание, понимается, святыми отцами растолковано. 6-й Вселенский Собор, 19-е правило. А я как понимаю, в Америке 20 тысяч разных сект. О Вселенских Соборах и о правилах я думаю, что мы не будем говорить. Если мы будем с вами говорить о нашем Спасителе, о Боге, о вере, будем брать за основу только слова из Библии. Если вам удобно так разговаривать и применять только лишь то, что нам принесено из Библии канонической, я готов вас уже. А почему не канонические 11 книг выбросили? Канонические? Откуда их взяли? Что касается Вселенских Соборов, этих постановлений патриархов, меня это просто не интересует. Я говорю не о патриархе, я говорю о Вселенских Соборах. Я не сомневаюсь, что они были и руководимы духами святыми и говорили как бы от Бога. Но мне, допустим, просто я это не хочу, забивать голову себе вот эту информацию. Да какая же вера, когда вы от себя не отверглись? Первый пункт отверглись себя, свое я. А у вас одно я и я, я понимаю, все, я понимаю. Как вы понимаете-то? Ну вы поймите правильно, вы попали на мирского человека, который живет в мире, имеет свое какое-то мнение. Тут я, 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 я. Вы же не в духовной семинарии сидите и как бы ученик. У меня нет семинария-то. Нет семинария, я не учился. Хорошо. Я вам считаю конкретно, смотрите, первое послание к Тимофею, Библия, каноническая, 4 глава, 16 стих. Вникайте в себя и в учения, и занимайся с ним постоянно. И вот так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. А теперь... Вы говорите правильные вещи. Разно. Матфея, Евангелие от Матфея, 22 глава, 29 стих. Вы знаете в чем? Я вам скажу. Вещи-то хорошие, говорите, правильные. Но вы говорите их не вовремя. Одну лишь причину. Знаете почему? Потому что Божье Слово это пища, понимаете? И пища, как и для любого человека, она должна быть разной. Допустим, для маленького ребенка, если вы будете его кормить жареным мясом, младенца, да, грудного и хлебом, он подпверхнется и погибнет. Младенцу надо давать молочко. А молочко что является для христианина, да, даже для человека, который как бы думает, что он верующий? И его же надо как бы питать Божьей. И сколько лет, сколько лет, сколько лет кормить? Павел говорит, судя по возрасту, у вас нужно взрослой пищей купить, это кормить. А вас все молоком кормить. Павел это упрекает за это. Павел упрекает за это, что все еще молоком кормить. Какое-то молоком, когда вы на своем настаиваете. Вы никогда не будете взрослым мужчиной, так младенцем умрете. А вы младенца имеете в виду по возрасту? Нет, не по возрасту, а по знаниям. Не по знаниям, а по духовному развитию. Да как какое? Духовное развитие от Писания. Христос говорит, заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божьей. Вот пример. Матфея 22, 29. Ладно. Не надо будем, не будем применять стихи. Я тоже могу применять стихи. И со мной будет очень сложно поспорить, потому что я до фанатизма изучал Библию в свое время. И мне Господь открыт по-другому немножко, нежели православным. Откуда у вас уверенность, что по-другому и вам Господь открыл? А не сатана насмеялся над вами? Это все понимается, понимаете? Апостол Павел говорит, нам не безызвестны умы сатаны. Он все переворачивает. Вы понимаете, я... Да ладно вам, блядь, какой сатаны? Вот вы начинаете тарахтеть. Вы вот решили вот свое сейчас пропихнуть мне и все. Давайте просто пообщаться. Ладно, все, 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 больше не буду говорить. Написано, говорит, не бросайте жемчуги, псам и свиньям. Ну, вы сами себя делаете... Ну, зачем вы... Ладно, я не буду воспринимать, что вы меня оскорбляете. Вы не от большого ума это говорите. Все с вами... Это Христос сказал, шестая глава Евангелия от Матфея. Христос-то сказал, ну где Христос, а где ваша вот эта голова? Моего нету там, я прямо цитирую вам, называю глава и стих. Ну, вы сейчас можете сидеть, не читать этот стих вот так. Я буду слушать Библию. Нет, не в этом сутки. Вот как вы понимаете, 2 миллиарда христиан на земле и 200 миллионов, и никто так не понимает, как вы. Есть исторические церкви, католики, больше миллиарда, и так никто не понимает. Вы знаете, я вам скажу так. Я в своей жизни лично Христа испытал, да поболее, чем вашего. Ух ты! И понимаю, и знаю, о чем мы говорим. Так, ну, пожалуйста, Тимур, скажите, а как вы его испытали? Как испытали Христа? Как испытали? Я хочу узнать. Я вам расскажу в этом, как бы тайну я не делаю. Было время, было время, когда я в тюрьме сидел. И очень много лет я в тюрьме сидел. И сидел, и при ней всякие лишения принимал. Мы, как все нормальные православные люди, всегда молились и говорили, Господи, спаси, сохрани, больше ничего не надо было. Ни куска хлеба не надо было, ничего. Но был делать такие чудеса в жизни, вот, да, будучи там в камере, в этих всех решениях. Знаете, я испытал его и прошел с ним все тяготы жизни. И было и покаяние в моей жизни, и тайны мне какие-то открывались. Конечно, я не буду уже говорить там более глубокие вещи, которые вы, как бы, не воспринимаете. Считаете, что это только каким-то помазанником Божиим определенным открывается. На самом деле нет. Открывается самым простым людям и грешникам всей Господа тайны. Вот. И там я Библию начал читать. И не было наставника у меня. У меня наставник был Дух Святой. Хотите смеяться или не смеяться? Можете не смеяться. Вот. И я знаю, понимаю, о чем вы говорите, что вы хотите довести до меня на самом деле. И это состояние пребывания в Господе, оно, конечно же, было не всегда. А как бы немножко Господь уходил бы в тень от меня. Я молился, говорил, Господь, я не чувствую тебя. Почему? Господь говорит, ищите меня. Ищите меня ежедневно, дабы вы просто не это, не поняли, что у вас... Ну, я тебе по-русски скажу, что вы будете постоянно пребывать в Боге, потом в конечном итоге забудете, кто такой Бог, и скажешь, кто такой Бог. Я тут такой, как бы, крутой и всемогущий. Я это все пережил в своей жизни. Я это, конечно, не забуду никогда. Я почему не общаюсь с православными священниками? Я вам скажу по одной из причин. Они считают, что им открыта истина, и эту истину именно надо доводить. И если иная истина открыта человеку, то это не от Бога, это бесовское. И начинают применять такие... Понимаете, Библия, она многогранная. Не просто двухсторонняя, а многогранная. И каждому человеку он открывается по-своему, как отпечатки пальцев есть у каждого человека, так и Библия понимается каждому человеку. Для чего нужна церковь? Я вам объясню, для чего нужна церковь. Помолиться там, вот это все, это понятное дело. Где двое или трое соберутся во имя мое, там я буду посреди них. И это и есть церковь. Но для чего она нужна? Для того, чтобы мы имели обмен информацией друг другу. Допустим, мне в Духе Святом было открыто какое-то, такое-то в Писании то-то. И я это для вас довожу. Это же Писание, допустим, я в теории говорю, открыто вам по-другому. И вы должны довести это до меня. И скажем, допустим, есть такое Писание от Иоанна, 3 стих, глава, 16 глава, 3 глава, 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В этом заключается все Евангелие, в одном стихе. Но его можно понять, глубину этих слов, только в Духе Святом. И каждый человек, нас там выгорели 2 миллиарда, каждый человек это будет импортировать по-своему. Для этого создает нужна церковь, чтобы люди могли иметь обмен информацией и в конечном итоге понять истинное значение этих слов. Понимаете? Опять же, все в Духе Святом, в молитве, в посте, во всем остальном. Ну, теперь посмотрите. Ладно, Танк Тимур, просто уже вы много говорите, послушайте. Если брать за основу... Послушайте, послушайте сейчас. Послушайте. Тимур, послушайте, я прошу вас. Ну, вы уже сказали, теперь позвольте сказать вам. Я вас ни разу не перебил. Я тоже прошел 5 тюрем. И когда я вышел на свободу, в 18 лет сотрудничал с местной тюрьмой. И я знаю, о чем они думают, о чем говорят. И они меня принимали и ждали. Мы все туда несли, в тюрьму. И поэтому вот эта своеволия у вас от прежней жизни осталась. Каноническое. Это были сектанты, не православные. Они сами вольнодумцы, и это населилось в вас. А вы сами знаете, даже у каждого свое развитие. А вот церковь как раз показала один общий пример. Что вы, равны Златоусту, Серафиму Саровскому, Иоанну Кронштадтскому? Да что с себя думать-то так? Мне это не открыто. Я должен сесть к ногам и слушать, что мне Господь скажет через своих избранных людей. Вот вы берете сейчас, вы берете, считаете, Евангелие от Иоанна 3, глава 16 стих. Я сразу спрашиваю, а кто это вам дал, перевел? Кто сказал, что это Евангелие каноническое? Это все православная церковь сделала, миленький мой. Это 85 правило апостольское. Вы даже не знаете, чем трудом пользуетесь. Сектанты, они пришли, только 11 книг из Библии выбросили. И дальше разбились на 21 тысячи сект разных. Какие 11 книг выбросили? Ну, по порядку. Первая, вторая, третья книги Маковейские. По пальцам загибайте. Книга Варуха. Книга Варуха. Вы спрашиваете, я отмечаю. Книга Иудив. Вторая, третья, Ездры. Мы начинаем с вами разрабатывать институт. Сейчас не об этом речь. Вы спросили, какие выбросили. Вы спросили и дальше не слушаете. Это у вас давнишняя, у вас это заноза сидит. Вы спросили. Я на память говорю, 11 книг выбросили. Вы спросили, я отмечаю, вы даже на меня не смотрите. Я вам не верю просто. Это ваши вообще просто личные, придуманные. А вы знаете, сколько Евангелий в Библии сейчас? Тимур, остановись пока, остановись. Скажи, сколько в Библии, сколько Евангелий? В Библии сколько Евангелий? Как называется? Считайте. От Матфея, от Луки, от Марка и это еще один, сейчас скажу, от Иоанна. А почему вы решили, что 4, когда их было 20? Да, их может быть 20. А кто их отобрал 4? Я спрашиваю вопрос, у кого спокойно. Кто 4 назвал? Пусть лет назад. Это церковь. Это церковь, церковь. Не сектанты. Какие сектанты? У вас встреча была только с еретиками. Они вас напичкали против церкви, против священников. А они-то никто. Они между собой два человека не могут договориться. Ладно, все. Короче, я вас понял. Вы мне свою провальку, я вам про Ивана, понимаете? Ну ладно, всего хорошего. Ладно, ладно. Ищите церковь, сходите в церковь. Библию перевели православную. Библию православную перевели. Блин, что ж ты тарахтишь-то, как этот в коробке? Иди, полкайся и помой.